Функциональное программирование 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 Ой, да, извините, забыл представиться Значит, Кубинский Александр Александрович Если вы не прочитали там, то вот Можно действительно на странице курса Это все найти Курс функционального программирования Кубинский Александр Александрович Студенты все меня зовут Сан Санычем Это, в общем, совершенно правильно Ну все, еще вопросы есть? Пока нет Значит, функциональное программирование Ну, вообще сейчас больше всего люди Программируют, используя Объектно-ориентированный подход При котором Программируется Программируется поведение Некоторых объектов Причем эти объекты С течением времени меняются Так что программа Работа программы состоит в том Что вот Объекты меняют свое состояние Обмениваются какими-то сообщениями Чего-то там вызывают друг у друга Функциональное программирование Это совершенно другой подход к программированию И, собственно говоря, почему я считаю Что этот курс полезный В общем, я уже его довольно давно читаю И до сих пор считаю, что он очень полезный Несмотря на то, что на практике Применять его сложно Функциональное программирование Это такая вот особая ниша Довольно маленькая И в коммерческом программировании Используется редко Хотя в последнее время все больше и больше Он полезный просто потому, что Это другой взгляд на программирование Это другой подход к программированию И идеи, которые используются В функциональном программировании Разумеется, можно применять везде И в другом месте тоже В обычном объектно-ориентированном программировании Ну и наоборот. Хотя наоборот сложнее, потому что функциональное программирование такое все-таки очень узкая такая область. Это программирование беспеременных и без изменяемых состояний. Программирование, в котором объекты не меняют своего состояния. Программирование, в котором вся работа состоит в том, что порождаются все время новые объекты. Старые при этом могут уходить в мусор, и тогда они исчезают. Но основная идея состоит в том, что мы генерируем какие-то новые объекты, вырабатываем на основе старых объектов новые. И это все делается с помощью функций. Понятное дело, что раз ничего не меняется, значит любая функция – это функция некоторых аргументов, которая вырабатывает значение и не обладает никакими побочными эффектами. Ну, вас не надо, наверное, учить, что побочные эффекты, вообще говоря, штука опасная. Часто полезная, но достаточно опасная, потому что, если вы вызвали функцию, а она что-то там изменила где-то, то, в общем, можно вот этот момент пропустить и легко допустить ошибку, скажем так. Функционально программирование это принципиально невозможно, потому что там ничего не меняется. У вас ведь курс Java то ли был, то ли уже есть. Наверняка вам рассказывали в курсе Java, что вот есть такие вот объекты, которые не меняются, как бы это сказать, такие константные объекты, ну, как string, например, строка, а есть объекты, которые можно изменять, например, как string builder. И вот те объекты, которые не меняются, это очень хорошо, с ними удобно работать, потому что можно завести сколько угодно переменных, которые разделяют этот один объект, и вы можете быть уверенным, что не получится так, что вы используете одну переменную, что-то изменили, и это изменение у вас сказалось на значении другой переменной. Такого не бывает, если объект неизменяемый. В функциональном программировании все объекты неизменяемы. И это очень хорошо. Ну, давайте будем двигаться немножко дальше. Вообще-то, современное программирование постепенно развивалось, ну, вот, от того, что появились компьютеры. И современное программирование очень сильно ориентировано на архитектуру компьютеров. Ну, вот, если заглянуть в историю, то, в общем, сначала появилось, ну, если говорить о языках программирования, сначала появились языки, очень близкие, собственно говоря, к командам процессора. Они немножко развивались, там, усложнялись, потом там пошло структурирование данных, появились более сложные языки. Но все они, в общем, исповедовали одну и ту же идею, стиль. Вот то, что называется архитектурой фон Неймана. То есть есть хранимая программа, есть изменяемые данные, программа, есть последовательность исполнения команд. И это действительно последовательность в том смысле, что каждая следующая команда исполняется, начинает исполняться после того, как закончилась предыдущая. Даже если физически в процессоре это происходит немножко не так, то логически это все равно так. Мы всегда можем считать, что вот следующая команда, ну, скажем так, эффект выполнения следующей команды обязательно учитывает то, что предыдущая команда уже закончилась. Это узкое место, потому что быстродействие процессора все больше и больше ограничивается. Понятно, что сейчас без параллельного программирования никуда, параллельное программирование у вас тоже. Сейчас курс, насколько я понимаю, идет, где вам, наверное, тоже объясняют, почему параллельное программирование – это очень важно. Однако традиционные языки настолько срослись с вот этой вот фонеменовской архитектурой, что распараллеливать в них очень сложно что-либо. Ну, если взять, например, ту же самую Java, то там для того, чтобы явно распараллелить процесс, нужно там породить объект класса Среда или его наследника, сделать кучу манипуляций, это очень дорого, что-то там запускается. Это такое вот серьезное дело – распараллелить что-нибудь. Можно попробовать поручить компилятору, чтобы он сам нашел в программе те места, которые можно было бы исполнять параллельно. Но это очень сложно, это такая вот непростая задача для компилятора. В функциональном программировании все гораздо легче, и это именно поэтому функциональное программирование и стало сейчас активно развиваться. Но вот когда я 10 лет назад читал этот курс, я говорил примерно такие слова. Функциональное программирование – это интересно, это вот новый взгляд на программирование, но практически вряд ли вы когда-нибудь будете его применять. Сейчас я смотрю, вовсю там клубы любителей Хаскела какие-то появляются, клубы любителей функционального программирования. Я смотрю, кое-где в коммерческих уже конторах начинают использовать языки функционального программирования. Майкрософт выпустил F-шарп, но уж если Майкрософт выпустил F-шарп, язык функционального программирования, то уж значит это действительно нужно народу. То есть сейчас я так это с гораздо большей уверенностью говорю, что возможно это окажется полезным и с чисто практической точки зрения. Может и нет. Посмотрим. Ну вот, соответственно, языки, которые мы сейчас используем, используют понятие такого последовательного программирования. То есть мы используем, конечно же, некоторые операции, с помощью которых мы можем породить новые значения, арифметические и логические операции. А еще мы используем присваивание, и это один из основных инструментов. Присваивание позволяет изменить значение переменной, то есть вот именно такой последовательный процесс. Что-то новое присвоить старой переменной. Сначала было одно значение, потом другое. Соответственно, есть последовательное исполнение шагов. Ну, через точку с запятой это записывается. Есть, конечно же, всякие управляющие конструкции, в том числе такая важная вещь, как цикл. Без циклов современное программирование представить себе очень сложно. Тем не менее, в любом цикле, ну, тоже, наверное, мне можно вас этому не учить, в любом цикле есть вариантная часть, есть инвариантная часть. Инвариантная часть цикла, инвариант, это вот то, что остается, то условие, которое остается постоянно неизменным от шага к шагу цикла, а есть вариантная часть, которая что-то меняет. И то, и другое очень важно. И вариант важен для того, чтобы вообще понять смысл работы цикла. Вариантная часть важна для того, чтобы цикл когда-нибудь завершился. Обязательно должно что-то изменяться, тогда только цикл завершится. Поскольку в функциональном программировании ничего не изменяется, то циклы в функциональном программировании смысла не имеют. И мы будем в основном программировать без циклов. Вот управляющая конструкция, которая лишняя оказывается в функциональном программировании. Есть процедуры и функции обычно, в обычных языках. Ну, функции, конечно же, есть и в функциональном программировании. Оно на то и функциональное. Процедуры, я так понимаю, что вот это как раз функции, которые нужны именно для того, чтобы выполнить некий побочный эффект. Что-то сделать, что-то чему-то присвоить, что-то изменить. В этом смысле процедур в функциональном программировании, конечно же, нет. Ну, есть какие-то вот там еще исключительные ситуации, там деление на модули. Ну, что-то есть в функциональном программировании, чего-то нет. Во всяком случае, подход к программе, к алгоритму как целому совершенно различен в традиционном программировании и в функциональном. Ну, очень часто вообще вот изображают алгоритм либо в виде таких вот подробных инструкций, ну вот, не знаю, блок-схем, блок-схемы сейчас уже вообще никто не рисует никогда, но, тем не менее, это вот некоторое такое наглядное представление последовательности выполнения шагов. И, в общем, любой такой последовательный алгоритм можно разбить на шаги и описать в виде такой вот последовательности, которая что-то там зачем-то исполняется. Ну, либо мы считаем, что алгоритм – это вот некоторый черный ящик, внутри которого, может быть, еще какие-то другие ящички находятся, но главное, что на каждом уровне нам не важно, из чего состоит черный ящик. Нам важно, что есть вход и выход. И если мы зададим некоторый вход, то на выходе мы всегда получим один и тот же вполне определенный выход. Ну, насчет одного и того же – это, правда, не совсем так. Может оказаться, что алгоритм, ну, скажем так, недетерминированный, и на самом деле при задании одних и тех же входных данных выходные могут немножко отличаться. Но для простоты можно все-таки считать, что любая функция – это функция чистая. Вот именно в том смысле, что она всегда выдает одно и то же значение, если ей задать одни и те же аргументы. Да. То есть мы считаем, что она не может быть внести в какое-то свое состояние? Нет. 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 Внутри никакого состояния она хранить не может. Скажем так, изменяемого состояния. И вот это уже тот подход, который применяется в функциональном программировании. Любая программа – это функция. Насколько это можно широко применять? Ну, конечно же, не любую программу можно в таком виде представить. Ну, мне всегда вот хочется привести какой-нибудь пример. Там, не знаю, игровая программа, стрелялка какая-нибудь. Она явно зависит от действий пользователя. Она функцией не является никоим образом. Но очень часто программу можно считать функцией. Например, на функциональных языках очень популярно писать компиляторы. Потому что компилятор – это функция, которой на вход подается исходный код, на выходе получается объектный код. И если у вас исходный код задан определенным образом, вы всегда должны получить один и тот же объектный код, никаких вариаций. Там нет, детерминированная функция. Очень многие другие программы или их части, разумеется, вот можно представить в виде функции. Не знаю, сортировка массива. У вас на входе не отсортированный массив, на выходе отсортированный массив. Только надо понимать, что вот здесь сортировка понимается именно как генерация нового отсортированного массива. Потому что изменить старый в функциональном программировании нельзя. Если этот старый больше не нужен, он становится мусором. Давайте рассмотрим некую программу, ну фрагмент программы на языке Java. Java на самом деле не совсем на языке Java, но близко к тому. Ну нет, или хотя вот эта программа, пожалуй, даже на настоящей Java написана. Очень простая программа, надо вычислить корни квадратного уравнения. Давайте посмотрим, что тут делается. Во-первых, я описываю некоторый класс результат. Потому что корни квадратного уравнения – это вот сложная штука. Во-первых, они могут быть вещественными, а могут быть мнимыми. В общем случае, это комплексные корни. Если это комплексные корни, то там вот есть вещественная часть и мнимая часть, которую можно брать со знаком плюс или минус. Два корня таким вот образом получаются. Если корни вещественные, то это вот два каких-то вещественных корня. Соответственно, должны быть два каких-то вещественных значения, но еще и признак того, является ли это действительно двумя вещественными корнями или это и вещественная мнимая часть. Ну что-нибудь в этом роде. Я сейчас не хочу говорить о том, насколько эта программа хороша или плоха. Наверное, плоха. Но речь не об этом. Поэтому я описываю вот такой класс для представления результата. Дальше я описываю некоторую функцию для вычисления дискриминанта квадратного уравнения по его коэффициентам. И вот описываю функцию, которая вычисляет корни квадратного уравнения. У нее есть аргументы А, Б, С, коэффициенты квадратного уравнения. И есть вот этот самый результат. Но не очень удобно, надо сказать. Вот этот результат сложный нужно генерировать. Как по-другому можно сделать? Можно было бы, ну вот в таких языках, как, например, C или C++, можно было бы передать ссылки на отдельные результатики, на отдельные корни, которые получатся, ссылки на переменные. И внутри функции присвоить что-то, такой вот побочный эффект выполнить. Ну, в Java тут вот так не удастся сделать, надо какой-то объект так или иначе формировать. Ну, вот мы его сформируем. Завели некоторую переменную. Впрочем, вот это не совсем переменная. На самом деле она меняться не будет. Точнее говоря, внутреннее состояние объекта вот этого меняться будет. А сама переменная, вот она один раз получила значение, и больше уже не будет. На самом деле это не переменная. Давайте я сейчас буду говорить слово переменная только в том случае, если это действительно некий идентификатор, который с течением времени может получать разные значения. А если вот такое однократное присваивание происходит, то это, пожалуй, скорее константа. Просто как-то обозначенная. Ну, в данном случае словом result. То же самое вот здесь. Вот этот вот дискр. Тоже такая переменная, которая на самом деле является константой. Потому что я один раз вычислю эти дискриминанты, больше никогда менять его не буду. Ну, а потом я как-то вот что-то там вычисляю. Корень квадратный из дискриминанта, вычисляю эти самые корни квадратного уравнения. Тут я меняю значения, отдельные значения, отдельные поля вот этого объекта внутри. И что-то отдельным полям присваиваю, причем в разных ветвях программы присваиваю разные. Ну, вот, пожалуй, тут уже можно говорить о том, что вот эти вот отдельные поля, это, пожалуй, переменные. Хотя бы потому, что они вначале не определены, а потом получают некоторое значение такое или сякое. Эта программа написана в таком традиционном стиле. Что можно сделать? У меня сейчас какая задача? Я хочу попробовать все-таки написать ту же самую программу в функциональном стиле. Так, чтобы у нее не было переменных, а это означает, что такую программу можно легко распараллеливать. Потому что если переменных нет, то вычисления я могу производить в любом порядке. У меня нет вот такой жесткой последовательности, завязки на то, что я сначала должен сделать что-то, а потом уже сделать что-то. Завязка только по данным. То есть, если мне для вычисления некоторого потребуется, ну, какой-то объект, то нужно, чтобы этот объект тоже был уже вычислен. Если это не так, можно подождать до тех пор, пока этот объект будет вычислен. Такая вот завязка по данным. А не явная завязка по алгоритмам, по времени. Вот как бы мне сделать на языке Java такую вот более функциональную программу? Ну, во-первых, сразу видно, что не очень удобно это делать. Я вот сейчас на следующем слайде попытаюсь что-то такое написать, но не совсем на Java. во-первых, во-первых, вот с этим вот классом result. Мне он не нравится. Мне хочется, чтобы можно было создать объект и тут же его выдать. И в этом объекте сразу же все записать, что мне хочется. На самом деле, такие возможности о многих языках есть. В Java так не написать. Но я себе представляю так, что вот любая функция, такая как Square Roots, может в качестве результата вернуть такой вот кортеж, ну, в данном случае тройку значений. И это вот некоторое такое составное значение. Для того, чтобы мне такое составное значение состряпать, я могу вот просто в скобочках через запятую написать составные части этого значения. Причем интересно, что вот вообще-то говорят, тут вот три составные части. И я пишу так, вот первую часть я сразу же написал, вот здесь вот этот самый комплекс флаг. А другие две части, они у меня такие вот условные. И это на самом деле тоже пара, тоже на самом деле некоторый кортеж. Ну, если уж на то пошло, то, что здесь составлено, это не кортеж из трех значений, а кортеж из двух значений, причем второе тоже является кортежем. В этом смысле вот тип, который наверху, не очень согласуется с типом, который тут вот у меня дальше написан. написан. Ну, может быть, еще в стиле Java стоило тут написать слово return. Я его тут почему-то не написал, но не очень важно, все равно это не Java. Вот. Чем эта программа отличается от программы на предыдущем слайде? Ну, давайте вот посмотрим. Во-первых, переменных нету. Вот я не сказал словами, что там вот слова final везде написаны, но я этим просто подчеркиваю, что на самом деле у меня есть только константы. У меня есть только значения, которые один раз вычисляются и больше не меняются. В функциональном программировании только константы бывают, никаких переменных не бывает. На смысле там все final. Вторая особенность – это константы, которые, вообще говоря, получают динамически вычисляемые значения. Это константы не статические, в смысле вот известные во время компиляции, а константы, которые все-таки получают значение в процессе вычисления. Легко описать такие вот составные типы, потому что мне нужно с ними манипулировать постоянно. Составные значения – это вещь, с которой мне приходится постоянно работать. Мне нужно иметь простой механизм для того, чтобы описывать простые составные типы и составные значения. Тип здесь у меня вот используется в описании функции square roots, ну и значения тоже я точно так же легко могу получить. Создать составное значение, просто написав там через запятую что-то. Условные выражения, конечно, нужны. Вот здесь вычисляются значения по-разному в зависимости от чего-то. Но это не условные операторы, это не if, then, else, в смысле, если условие выполнено, то исполни что-то, иначе исполни что-то. Это именно условные выражения. Я здесь использовал не if, then, else, а я использовал вот этот вот оператор с вопросительным знаком и двоеточием. Условные выражения используются достаточно широко, это нормальное средство функционального программирования, ну а условных операторов нет, поскольку вообще операторов как таковых нет. Есть функции, которые строятся из других функций. Вообще, любая функция в функциональном программировании представляет собой суперпозицию применения других функций. Ну, в том числе условные, я тоже считаю, некоторые функции, функции условного выражения. Ничего другого нет, кроме функций операций и их суперпозиции, и вот из их суперпозиции строятся другие функции. Очень простая такая вот, как бы, так сказать, парадигма программирования. И вот мы будем пробовать довольно сложные вещи выражать с помощью вот этой вот очень простой парадигмы. Ну, насколько это у нас получится, увидим. Может понравиться, может не понравиться. Некоторые студенты после курса говорят, в гробу я видел эту функциональную программу, я никогда в жизни не буду использовать, и вообще это безобразие. Другие говорят, ну, вообще супер, так здорово, мне так понравилось, я вот срочно буду теперь программировать исключительно в этом стиле. Ну, не получается, потому что жизнь такая. Вот, но по возможности. Вступают в клубы любителей функционального программирования. Ну, и так далее. Не знаю. Мне самому функциональное программирование нравится, но использую я его только при чтении курса функционального программирования. При этом я с удовольствием решаю те задачи, которые я вам задаю, пытаюсь найти какие-нибудь интересные решения, с удовольствием пользуюсь решениями, которые мне присылают студенты, с удовольствием их рассматриваю. Всегда каждый год какие-то новые интересные идеи появляются. Надеюсь, что этот год тоже не будет исключением, что вы мне тоже подарите какие-нибудь интересные идеи при решении задач, которые я смогу использовать в следующем году. Но на практике я его не использую, поэтому я не являюсь специалистом по языкам функционального программирования. И если вы меня будете спрашивать о каких-то там тонкостях языковых, я, возможно, не смогу вам ответить. Буду отсылать вас к справочникам или там еще куда-нибудь, к знатокам. Ну, вот так. А, да, тут еще одна особенность у меня есть, что результат, вообще говоря, не зависит от порядка вычислений. Ну, вот тут, пожалуй, да, стоит остановиться немножко на этом. В принципе, я могу любую часть этой программы вычислять в любом порядке. А если у меня есть несколько процессоров, то могу каждому из них дать свою работу. Например, я могу начать с вычисления вот этого. B у меня уже известно. По крайней мере, минус B я смогу получить. А вот диск неизвестен пока. Поэтому мне придется подождать до тех пор, пока этот диск будет известен. Я вот почему говорю, что это программирование скорее управляемое данными, чем каким-то описанием алгоритма. Потому что вот здесь я должен буду приостановиться и подождать, пока будет вычислено значение дискриминанта. А вот когда оно будет вычислено, я смогу продолжить вот эти вычисления и дальше уже там сделать деление. В тот момент, когда значение дискриминанта будет известно, я смогу вычислить еще какие-нибудь части, которые, возможно, начал вычислять какой-то другой процессор. Как-то вот это параллельно все работает. И в конце концов, когда все данные будут готовы, у меня результат вот так вот получится. Вот это нужно всегда иметь в виду, что, собственно, главное преимущество здесь состоит в том, что если архитектура подходящая, архитектура машины, вот не фон Неймановская, где все последовательно через один процессор исполняется, а вот такая параллельная, управляемая данными, то это все может работать гораздо быстрее, чем обычные программы. Вообще говоря, архитектура, управляемая данными, существует. Причем уже довольно давно предпринимались попытки строить компьютеры вот на этой идее, когда вычисления управляются не программой, а именно данными. То есть каждая команда на самом деле состоит в том, что у нее есть ссылки на нужные ей данные, и как только эти данные готовы, так команда может исполниться. И эти команды расположены непоследовательно, а вообще говоря, в полном беспорядке. И как только свободный процессор появляется, так он может исполнить какую-нибудь команду, какую-нибудь. А эта команда может исполниться в том случае, если у нее готовые операнды. Поэтому освободившийся процессор просто выбирает готовую к исполнению команду и ее исполняет. Когда команда исполнится, образуется некоторый новый элемент данных. Возможно, в результате опять появятся некоторые готовые к исполнению команды. И так далее. Такую архитектуру очень легко наращивать, как говорят, масштабировать. Можно сколько угодно процессоров туда поместить. Чем больше процессоров, тем, вообще говоря, быстрее все исполняется. Ну, вообще говоря, потому что, к сожалению, все-таки распараллелить это вот там на много-много тысяч независимых процессов обычно не удается. Хотя, если обрабатываются какие-то очень большие массивы данных, то удается. Вот функциональное программирование для этого хорошо подходит. Я хочу еще сказать вот о чем. Традиционная архитектура и традиционные языки не очень приспособлены для того, чтобы удобно работать с функциями. Вот с этими самыми функциями, которые являются основой функционального программирования. Вот такой пример. Известно, что множество, ну, например, множество целых, вот я хочу описать некоторый тип данных, int set. Множество удобно представлять не набором элементов, ну, просто потому что этих элементов может быть довольно много, а характеристической функции. Функции, которая получает в качестве аргумента значение и говорит, принадлежит элемент множеству или не принадлежит. Давайте я буду, я попробую определить тип данных int set как функцию. К сожалению, в Java у меня такой возможности нет. Есть делегаты в C-Sharp, там вот можно это сделать более явно, определить такой int set как делегат. А? На C++ нет, тоже не получается. Там процедуры, к сожалению, они бывают только глобальные. Тип там можно, конечно, определить такой вот функциональный. Но там есть свои ограничения. Давайте я буду просто считать, что у меня есть некоторый Java-подобный, опять же, язык, где возможно определение типа просто вот таким вот образом, как такая вот функция без имен аргументов. То есть это у меня определяется тип int set как функция, которая получает int в качестве аргумента и возвращает Boolean принадлежит элемент или нет множеством в качестве результата. Я хочу манипулировать с множествами, описывая различные функции и, соответственно, вот и описывать различные множества. Вот, например, здесь это нормальная такая функция, которая представляет пустое множество. Это уже функция, это не тип. Ну, у него там вот аргумент как-то называется, n, у нее есть тело. Это функция, которая по любому аргументу выдает false и представляет пустое множество. Ни один элемент в нем не содержится. Ура! То есть вот такие простые множества мы можем легко описать на настоящей Java в виде таких вот функций. Или вот, например, множество, содержащее только нечетные числа. Отцет. Множество вообще, говоря, бесконечно. Ну, если считать, что множество целых у нас такое математическое множество, бесконечное. Ну, или, по крайней мере, очень большое множество. И вот я просто выдаю истину тогда, когда остаток отделения n на 2 есть единица. Кстати, в Java это вот не очень хороший оператор. Мне сейчас не хочется спрашивать вас про Java, но вы, наверное, знаете, что вот не всегда нечетное число действительно обладает вот таким свойством, что остаток отделения n на 2 есть единица. Ну да, совершенно верно. У отрицательных нечетных там будет минус единица. Вот. Так что это не совсем хорошо. Но, по крайней мере, здесь вот все не отрицательные нечетные числа в это множество входит. Я хочу с множествами выполнять операции. Ну, например, мне хочется уметь добавлять элемент в существующее множество. В том смысле, что я хочу получить, сгенерировать новое множество, которое состоит из всех элементов старого, плюс еще один. Смотрите, как я делаю это. Я внутри функции addElement описываю новую функцию, которая будет представлять это новое множество. Вот она, newSet. Эта функция, понятно, как должна работать. Она должна возвращать истину, если s от n возвращает истину, то есть n принадлежит старому множеству, или это n просто равно новому элементу. Вот я такую функцию описал, и представим себе, что я могу ее вернуть в качестве результата работы. В Java, конечно, этого сделать нельзя, но представим себе на минуточку, что можно. Ну и аналогично можно еще другие операции подобные написать. Например, построить множество всех чисел, лежащих между минимумом и максимумом, между некоторыми значениями. Ну, очень просто. Опять же, я просто определяю новое множество и выдаю его в качестве результата этой функции. Новое множество – это те n, которые больше или равны минимуму, меньше или равно максимуму. Или вот, скажем, difference – разность двух множеств. Функция, которая получает два множества в качестве аргументов, возвращает множество в качестве результата. Опять, строю новую функцию, которая возвращает истину, только в том случае, если элемент n принадлежит первому, и при этом не принадлежит второму множеству. Ура! Если считать, что мы расширили язык вот таким образом, то будет ли это все работать? Оказывается, что архитектуры языков построены не зря, так что они вот таких вещей не допускают. Если мы попытаемся исполнить такую программу, то там, в общем, будут такие неприятности. Действительно. Ну вот пусть у нас есть некоторый стек, на котором исполняются функции. И я хочу выполнить, вычислить вот такое выражение. То есть я возьму пустое множество, добавлю к нему тройку, потом составлю разность между множеством всех нечетных чисел и вот этой тройкой, и потом проверю, лежит ли в этом получившемся множестве семерка. То есть вот этот дифференс вызываю еще от 7. Ну, поскольку семерка вроде должна принадлежать этому множеству, это нечетное число, не равное трем, поэтому вот эта программа должна так по идее выдать значение true. Вот это выражение, по крайней мере, должно выдать true. Ну, посмотрим, как это будет работать. Я вот здесь напоминаю, как выглядели все мои описания. Исполнение начинается с того, что мы вызываем функцию сначала addElement. Мы пытаемся построить вот этот второй аргумент. Ну, oddSet и emptySet у нас это уже известные значения. Вызываем функцию addElement, на стеке образуется фрейм этой функции. И вот туда передаются аргументы. В качестве аргумента s первого аргумента передается значение emptySet, в качестве второго аргумента newLm передается стройка. В результате работы мы построим новую функцию. Эта новая функция, newSet, должна ссылаться на внешние для нее данные. Действительно, в этой функции newSet, помимо аргумента, есть ссылка и на s, есть ссылка на новый элемент newLm. Для того, чтобы ссылаться на эти данные, функция должна иметь внешний контекст. В языках программирования функции, которые имеют внешний контекст, представляются в виде пары из, собственно, ссылки на код функции и ссылки на ее глобальный контекст в том или ином виде. Здесь этот глобальный контекст указывает на фрейм функции addElement. Но о ужас! Этот фрейм исчезает, как только мы выходим из функции addElement. и наша вновь построенная функция ссылается на неизвестно что. Более того, то место, на которое она ссылается, на самом деле будет тут же занято фреймом функции difference. потому что после того, как мы вычислили этот самый newSet, мы вызываем функцию difference, передавая, опять же, два аргумента S1 и S2. Вот аргумент S2 содержит ту самую вновь построенную функцию newSet, которая ссылается на то место, которое давно уже занято совсем не тем, чем надо. Понятно, что это плохо, и понятно, что вот этот difference, несмотря на то, что благополучно сможет построить новую функцию, еще один newSet, уже тот, который в difference определен, этот новый newSet опять же будет ссылаться на то же самое место, и ясно, что после того, как мы выйдем из функции difference, опять этот фрейм пропадет. В общем, ничего хорошего не получится. Можно себе представить, что произойдет, если вдруг удастся исполнить это дальше. Конечно, ничего такого подобного мы ничего хорошего не получим. это говорит о том, что на самом деле вот эти традиционные языки с фреймами функций, с переменами и со всем прочим плохо приспособлены для того, чтобы легко и просто работать именно с функциями, как значениями. А в функциональном программировании это очень важно. Там функции, это не только то, что можно вызвать, но и то, с чем можно работать, как с объектами. И вот самое интересное у нас начнется тогда, когда мы начнем манипулировать функциями скорее, чем значениями. Должен, правда, сразу же сказать, что нет, в современных языках объектно-ориентированного программирования аналогичные вещи построить можно. И даже в Java, затратив чуть больше усилий и чуть больше чернил, можно построить программу, которая делает ровно то, что я описал. Надо только объявить, что intset – это некоторый интерфейс или абстрактный класс, ну, здесь у меня это абстрактный класс, в котором должна быть функция вот этой вот проверки принадлежности элемента множеству, я ее здесь называю has. И все мои вот эти функции add element, build interval, difference и прочее на самом деле строят не столько функции, сколько новые экземпляры классов. Строят новый intset со своей реализацией. Единственное, зачем тут нужно аккуратно следить в Java, это за тем, чтобы все используемые глобальные объекты были бы помечены словом final. Это является гарантией того, что эти объекты не изменяются. И Java предпринимает значительные усилия для того, чтобы вот эти неизменяемые значения, которые используются в контексте внутренних каких-то функций, вложенных внутри класса, это можно написать, чтобы сделать копии вот этих вот вот этих вот аргументов, сохранить их, и тогда вот этот новый объект сможет их использовать. По существу создаются копии вот этих вот аргументов, которые вкладываются внутрь вот этого класса. Специально для того, чтобы внутренние функции могли бы их использовать. это сложная реализация. Но это с точки зрения языка правильная конструкция, и это работает. В принципе, если хотите, я даже могу эту программу запустить. Это не очень долго, потому что она у меня уже там готова. Давайте я покажу. вот в эклипсе ровно та самая программа int set и все такое прочее. И вот в конце функции main печатается difference от от set и от элемент и так далее, и проверяется, действительно ли в получившемся множестве есть семерка. Ну, вызываю метод has. Ну, если я запущу, должен получить true. Сейчас проверим. Вот я запускаю, запускаю. О, true получилось. Работает. Так что вот такие страшные вещи в принципе можно делать, но неудобно. еще уже тогда скажу сейчас про нет не то хотел про другой язык про C-Sharp опять же. Там вот этот механизм делегатов отработан очень здорово. И там вот подобные вещи можно писать гораздо проще. почти так, как я писал это вот на предыдущем слайде. Я не очень большой любитель Microsoft вообще и языка C-Sharp в частности, но вот это у них сделано здорово. Ну, и так, что я хотел сказать вот этой первой части. фундаментальное различие императивные языки, последовательные языки служат для описания процессов, функциональные для описания функциональной зависимости. на традиционных языках можно писать в функциональном стиле, но средств для работы явно недостаточно. Поэтому приходится использовать все-таки другие языки. Часто традиционные языки просто неудобны для функционального программирования. К сожалению, традиционные способы реализации языков программирования, в том числе функциональных, плохо подходят для функциональных программ. К сожалению, архитектуры современные, дешевые, вот те дешевые процессоры, и может быть даже не очень дешевые, может быть достаточно быстрые, но использующие архитектуру унаследованную от первых компьютеров от архитектуры фон Неймана не подходят для исполнения функциональных языков. Мы будем говорить о том, как это реализуется на современных архитектурах, но это не идеал. фон Неймановская горлышко, последовательно исполняемые команды, центральный процессор. Нужны специализированные языки, и мы с вами займемся тем, что будем сначала изучать некоторый функциональный язык, язык Хаскел. Что можно почитать? Для меня основная книжка, очень старая книжка Филда и Харрисона, которая, к сожалению, на русском языке так и не переиздавалась с 93-го года, книжка совершенно блестящая, в интернете найти ее можно, к сожалению, то, что я нашел, это только в формате дежавю, который, конечно, приятен тем, что старую книжку напоминает очень хорошо, но, да? Вот эта книжка Филда и Харрисона функциональное программирование? Ну, возможно, во всяком случае, книжка очень хорошая, я ее всячески всем рекомендую, она довольно толстая, я прочитаю, ну, скажем так, незначительную часть из этой книжки, но, тем не менее. Еще более старая книжка Хендерсона, которую я очень давно рекомендовал и продолжаю рекомендовать по старинке, но я уже даже не знаю, можно ли ее хоть где-нибудь найти, и, пожалуй, она все-таки не такая хорошая. Но вообще по функциональному программированию очень мало. третью книжку это только в Литмо, это то, что я написал, потому что очень мало нету книг по функциональному программированию. Я просто честно попытался восполнить этот пробел, не изобретя ничего нового на самом деле, просто, ну, надо что-то такое, потому что хочется. Что есть, что можно легко найти? Замечательная книжка «Мягкое введение в Хаскелл» в виде книжки, к сожалению, я у нас не видел, да? структура и интерпретация компьютерных программ. Возможно, я его не видел, этот классический труд. Посмотрю, посмотрю. Я совершенно не исключаю, что вы найдете очень хорошие какие-нибудь источники. Я вот тут перечисляю то, что я нашел и то, что я, по крайней мере, видел и как-то могу прокомментировать. Вот «Мягкое введение в Хаскелл» мне нравится, но это действительно просто введение в язык Хаскелл. Оно вот есть там вот по ссылочкам на интернете. Не так давно вышла книжка Душкина, но ее я рекомендовать не хочу, просто написал здесь, потому что очень мало книг, в которых вот прямо-таки слова написаны в функциональное программирование. Там тоже изложение ведется на языке Хаскелл, но там, во-первых, непонятно, во-вторых, есть кое-какие фактические ошибки, но читать можно. Роганову живьем не видел. Вроде бы такой учебник есть, но вот что он из себя представляет, сказать ничего не могу, так по аннотациям вроде бы все правильно. все должно быть хорошо, но не видел. Книжка на английском языке очень хорошая, вот программа Нэн Хаскелл, к сожалению, тоже на русский не переведена. По крайней мере, я еще не видел перевода, но вроде бы нет. Что касается Real World Хаскелл, я эту книжку не видел даже на английском языке, и опять же, судя по описаниям, должно быть то, что нужно, но ничего не могу сказать, сам не видел. Ну, издательство, опять же, хорошее, Ауриэля. Вроде бы, должно быть все хорошо, авторы хорошие, но не видел, не знаю. Ну вот, как я и обещал, начинаем изучать язык Хаскелл. Сразу же скажу, что не весь язык я буду рассказывать, даже даже и не все то, что я знаю про этот язык, некоторую часть, но достаточную для наших целей. Ну, во-первых, немножко про историю самого языка и историю вообще языков программирования. Ну, во-первых, начну с Алонзо Чорча, который, конечно же, никакими языками программирования не занимался, но был известным логиком и занимался формализацией понятия функции, в частности. как один из результатов такого занятия формализации функций возникло так называемое лямбдоисчисление. И вот это лямбдоисчисление, как ни странно, явилось основой для всех функциональных языков программирования, в том числе и Хаскела. Вообще, слово лямбдо очень популярно в функциональном программировании, и очень много про функциональное программирование можно найти, если, например, где-нибудь в поисковике набрать слово лямбдо. или, например, пойти на сайт www.lambda.org. Вот, наверное, первый функциональный язык программирования появился примерно в 60-м году. Буквально на год или на два позже, чем язык фартран, который считается вообще первым языком программирования. Фартран, ну, наверное, можно сказать, что по большому счету умер. Лисп живет до сих пор. Хотя претерпел очень много изменений, очень много диалектов Лиспа существует, тем не менее жив до сих пор. На самом деле Лисп сейчас уже давно не является чисто функциональным языком. В момент, когда его придумывал Маккарти, он был функциональным языком. Правда, Маккарти не говорил таких слов функциональный язык программирования, он просто говорил язык программирования, но по существу он был функциональным, потому что он строился именно как язык, в котором программа есть суперпозиция функций. Давайте перепрыгнем сразу же через довольно большой промежуток времени, потому что до 1978 года функциональном программировании заметного развития не было никакого. Развивались языки традиционные, традиционные, как бы это сказать, Алгол-60, ПЛ-1 и так далее, и так далее. В частности, Джон Бекус в 60-м году был одним из главных авторов языка Алгол-60. язык Алгол-60 явился неким таким поворотным языком, и, собственно говоря, от него потом унаследовали очень многие конструкции и Паскаль, и за ним еще многие другие современные языки программирования. Тем не менее, в 1978 году Джон Бекус написал статью, в которой сказал вдруг, что переменное это зло. И обосновал это примерно теми же словами, что вот я вам пытался час назад говорить. Переменное это зло, потому что оно меняет свое значение, а это означает, что мы вынуждены работать последовательно, и мы упираемся вот в это фон Лейменовское горлышко. Нужно программировать без переменных. И он предложил свою систему, которую назвал без затей FP, система функционального программирования, functional programming. И это на самом деле система не столько язык, сколько система, потому что под ним нет никакого конкретного наполнения. Мы еще будем говорить про эту систему отдельно, она в общем интересно, заслуживает отдельных слов. Это система комбинаторного программирования, потому что там нет не только переменных, но нету и вот тех переменных констант, про которые я говорил, тех констант, которые однократно получают значение. В этой системе вообще ничего нет, кроме функций. Про комбинаторное программирование мы тоже еще поговорим отдельно, там будет о чем поговорить. и вот с 78-го года функциональное программирование стало развиваться очень активно и быстро, а особенно последние годы стало развиваться. Ну вот примерно тогда же в конце 70-х годах появился язык ML, Metal Language, который можно считать непосредственным предшественником языка Haskell. Ну не непосредственным, но предшественником некоторым, некоторым предшественником языка Haskell. Там многие идеи были воплощены. Очень популярный язык в середине и конце, скорее в конце 80-х годов, я застал это время, очень популярный был язык Миранда, чисто функциональный язык. Тоже было большое количество любителей Миранды. Уже можно считать, что вот это непосредственный предшественник Haskell. Скажу еще отдельно про язык Erlang, потому что это первый коммерческий язык функционального программирования. Там есть вполне рабочие коммерческие библиотеки. Это язык, с которого компиляторы в отличие от Haskell продаются, используются в коммерческих организациях для программирования. Я вот год назад чуть-чуть сам не начал писать на Erlang, но потом, слава Богу, как-то пронесло. Первая версия Haskell появилась в 88-м году. Затем в 98-м году появилась первая стандартная версия Haskell Haskell 98. Сейчас уже появилась версия Haskell 2010, которая не сильно отличается от Haskell 98. Во всяком случае, вполне можно смотреть на сообщения и описания как того, так и другого языка отличаются они не сильно. Это чисто функциональный язык программирования назван в честь еще одного логика Haskell Carre. Carre нам еще тоже попадется при изучении языка будет такое понятие Carring тоже от того же самого Haskell Carre. Ну, чтобы описать язык, надо описать с какими данными работает и как работает данные и средства манипуляции этими данными. Это язык строго типизированный в том смысле, что каждое значение имеет свой тип и этот тип известен во время компиляции. Компилятор анализирует программу, в том числе с точки зрения правильности использования типов данных. если что-нибудь там какое-то несоответствие находится выдает ошибку, любая переменная, я буду употреблять слово переменная, но теперь уже не в том смысле, что это нечто, что может сначала иметь одно значение, а потом другое, а в смысле обозначения некоторого значения. Можно было бы говорить константа, но как-то привычнее все-таки говорить переменное, поэтому я постоянно буду говорить переменное. Так вот, любая переменная в языке Хаскел имеет тип, ну и значение, понятное дело. Никаких неопределенных значений нету. Каждая переменная, когда возникает, одновременно получает некоторое вполне определенное значение, и это значение так и сохраняет. Итак, элементарные типы данных достаточно традиционные. Целые числа представлены двумя типами integer и int. Это идентификаторы типов. Язык чувствительен к регистру букв, так что именно с большой буквы все идентификаторы типов и стандартные, и вводимые программистами должны начинаться с большой буквы. Стандартные тоже начинаются с большой буквы. Это целые значения, причем int это коротенькое целое значение, ну то есть там диапазон точно не определен в стандарте языка, но это значение укладывающееся, скажем так, в машинное слово. А integer это длинное целое, реализована длинная арифметика, это то, что можно было бы назвать big integer с неопределенной разрядностью. Длина не ограничена, длина ограничена только наличием памяти. До тех пор, пока помещается, да. Конечно, всегда и все ограничено размером памяти, но по стандарту длина не ограничена. Вещественные значения представлены вполне стандартными типами flow дэбл. Не уверен, что это значение подчиняющееся какому-то там стандарту IEEE. Мы с вещественными значениями вообще работать почти не будем. Поэтому про них я и говорить особо ничего не буду. Символьные значения care обычно в программе представляются в таком вот виде символьном. Хотя в стандарте языка определено, что есть и другое представление для символов в виде кодов. Я сейчас не вспомню, как это именно в языке представлены такие специальные символы, которые кодируются числовыми кодами. Если хотите, можете посмотреть. Мне это неинтересно. логические значения представлены типом bool. Два логических значения true и false тоже пишутся с большой буквы. Я потом скажу, почему это тоже не случайно. True и false это конструкторы, а все конструкторы, имена всех конструкторов тоже начинаются с большой буквы. Потом попозже это уточним. Все остальные идентификаторы, идентификаторы объектов, функций, значений вот этих типов, сложных каких-то объектов, списков, например, вот идентификаторы переменных обязаны начинаться с маленькой буквы. А содержать могут любые буквы, цифры, подчеркивания и вот еще символ апострофа тоже является в некотором смысле буквой. Правда, с нее не может начинаться идентификатор, но иногда используется в идентификаторах обычно для обозначения каких-то вспомогательных вещей. Ну, например, если функция вычисления факториала называется факт, то некоторая вспомогательная функция, которая не имеет самостоятельного смысла, а введена просто для удобства, для того, чтобы определить факт, можно обозначить там факт штрих или там факт два штриха. Буквы, цифры, подчеркивания, апострофы, по-моему, все. Есть знаки операций, есть стандартные операции со стандартным смыслом, сложение, вычитание, умножение. Опять же, не буду подробно описывать, для каких типов это верно, для каких неверно. Немножко я про это поговорю, но не очень много. Я буду считать, что на интуитивном уровне вы всегда будете писать правильные вещи. Там, где случаются неправильные вещи, я это немножко опишу сегодня же. Можно вводить свои собственные операции. есть тоже набор значков, которые можно использовать для обозначения операций. В этот набор входит восклицательный знак, символ доллара, еще какие-то значки. Опять же, можно посмотреть, в сообщении о языке написано, какие символы можно использовать для введения своих собственных знаков операций. мы опять же этого использовать практически не будем, поэтому особо я на этом останавливаться тоже не буду. Когда вы вводите какое-нибудь обозначение, то вы можете обозначить его тип и должны задать для него значение. Например, константы вот эти переменные, я буду чаще говорить, например, константа school имеет тип и значение. Я очень рекомендую задавать для любой константы не только значение, но и тип, хотя это не обязательно. То есть в программе я могу сказать, что school имеет тип integer и значение 239, а могу написать просто school равно 239. Правда, в этом случае не очень понятно, какого же на самом деле типа вот эта переменная school, типа int или типа integer. Компилятор будет определять это по контексту. И если действительно это будет использоваться там, где требуется значение типа int, будет считать, что это значение типа int. А если используется там, где нужно значение типа integer, будет считать, что это значение типа integer. Поскольку такая вот неопределенность существует, то все-таки если вы точно знаете, какого типа ваша переменная, как правило, вы это знаете, то лучше все-таки явно ее указать. Это полезно еще и потому, что если вдруг какая-то ошибка случится, и вы зададите значение, ну, конечно, чуть более сложное, чем 239, и это значение окажется не того типа, который вы ожидали, то компилятор вам тут же сразу скажет, вот, вы присваиваете значение одного типа, а обозначили его как значение другого типа сейчас. Во избежание таких вот ошибок, для того, чтобы как можно раньше обнаружить ошибку компиляции, я еще раз рекомендую всегда задавать тип переменных. Да, вы хотели спросить? А если вы пихав тоже указали тип литыша, вы получили один литыш или ошибку компиляции? Ошибку компиляции, потому что это точно вещественное число, вот эту двойку можно интерпретировать как вещественное, потому что она используется в операции с вещественным, и это уж точно вещественное получается, а никак не целое. Поэтому, да, вот пихав обязательно надо было бы, если уж это какого-то типа, то дабл или флоут, но никак не интеджер. Да. Если вот такое деление, то это все равно вещественное деление, там будет вещественное число. Для целых есть специальная операция div для деления целых. да? Описание типа может быть в одном месте, а описание объекта может быть в другом месте, в любом порядке, совершенно независимо. Там, где порядок написания операторов существенен, я буду об этом говорить. Вот здесь на самом деле это все безразлично. Они могут отстоять друг от друга достаточно далеко, лишь бы где-нибудь было. Более сложные объекты, непростые. Во-первых, есть кортежи. Кортежи это объединение значений. Объединение вот через запятую. Порядок существенен. И вот эти скобки и запятые используются как для обозначения типа, так и для описания значения. Вот верхняя строчка PR. Типа кортеж из двух вещественных. Если в скобках и через запятую перечислены типы, то это тип. На самом деле я опять сейчас произнесу это слово конструктор. Вот эти скобки с запятыми это конструктор, с помощью которых можно сконструировать значения. А еще можно сконструировать тип. Ну вот что касается конструирования типа, вообще конструкторы предназначены для конструирования значений. А вот там, где эти скобки используются для создания типа, это уже не конструктор, ну не знаю, просто такая синтаксическая конструкция. Разумеется, отдельным элементом кортежа может быть сколь угодно сложное значение, функция, число. Ну вот второй пример, attributes. Здесь эта переменная имеет тип кортеж из трех значений, и одно из этих значений тоже является кортежем из трех простых значений. Соответственно, когда мы задаем конкретное значение с помощью конструирования вот этого кортежа, мы должны соблюдать соответствие типов. Для кортежей существует еще тоже другой синтаксис, синтаксис, в котором отдельные поля имеют имена, но я никогда не буду его использовать в лекциях. Опять же, отсылаю вас к сообщению о языке, тогда можно там в другом порядке как-то записывать, используя эти имена. У нас все кортежи будут достаточно простые, и мне никогда не потребуется использовать какие-то сложные кортежи. Функции. В общем, неудивительно, что тип функции определяется, ее сигнатура, так сказать, определяется типами аргументов и результатов. Поэтому, если вы хотите обозначить тип переменной, которая является функцией, вы должны задать тип аргументов, типы аргументов и тип результата. Вот они отделяются вот такими стрелочками, минус больше. Дабл стрелочка дабл означает, что у функции син единственный аргумент типа дабл и результат тоже типа дабл. Функция плюс инт имеет два аргумента, которые тоже друг от друга отделяются такими стрелочками, а не запятыми, как бы нам всем хотелось. Почему? На это тоже существует причина достаточно глубокая, и я об этой причине потом тоже буду говорить. Функция divmod имеет один аргумент и один результат, но и то, и другое является кортежами. В этом смысле можно сказать, что у нее два аргумента и два результата. Но на самом деле я так говорить никогда не буду. Я всегда буду говорить, что все-таки это один аргумент и один результат. Правда, и то, и другое кортежи. Типы функций, у которых два аргумента – инт, и тип функций, у которых один аргумент – кортеж из двух инт, это разные типы. Их смешивать нельзя. Это описание типов функций. А как сами функции описать? Ну, сначала не об описании. Сначала о том, как использовать функции в выражениях. Чтобы использовать, надо функцию вызвать. Чтобы функцию вызвать, нужно задать ее аргументы. Аргументы задаются просто через пробел. Ну, или если аргумент не начинается с цифры или буквы, то можно даже и пробел не писать. Ну, здесь я для наглядности пробелы везде оставил. Но вот посмотрите, пожалуйста. Здесь функция sin имеет один аргумент. Этот аргумент является здесь сложным выражением, поэтому я использовал скобки для того, чтобы объединить. Функция плюс инт имеет два аргумента. Здесь эти аргументы очень простые, я просто отделил все пробелами. Я иногда буду говорить, что пробел – это вот такая операция передачи аргументов в функцию. В некотором смысле это действительно операция, которая записывается либо в виде пробела, либо вообще никак не записывается. Эта операция имеет очень высокий приоритет. Поэтому вот в этом выражении 3 плюс плюс инт 3, 4 на самом деле сначала выполняется вот эта операция плюс инт 3, 4, а потом уже к этому результату добавляется тройка. Не нужно считать, что это 3 плюс некий плюс инт, а потом еще там вот 3, 4. Просто потому, что вот эта операция пробела, передача аргументов, является самой высокоприоритетной операцией. Здесь вот этой функции divmod передается в качестве аргумента кортеж. Поэтому здесь присутствуют скобки и запятая. Но эти скобки и запятая – это не от того, что мы вызываем функцию. Вот очень хочется всегда как-то вот нам, привыкшим к обычным языкам программирования, считать, что это divmod с двумя аргументами. На самом деле нет. Это divmod с одним аргументом, и этим аргументом является кортеж. И присутствие запятой – это признак того, что это кортеж, да? Нет, кортеж из одного элемента не бывает. Если в скобках что-то одно, то это просто для того, чтобы сгруппировать операцию. Это не кортеж. Кортеж появляется только там, где появляется запятая. Кстати, этих запятых тоже может быть не очень много. Насколько я понимаю, вот, скажем, кортежа из десяти значений, по-моему, в стандарте языка нет. Впрочем, опять же, я тут боюсь что-нибудь определенное сказать. Надо посмотреть в справочник. Нет, тогда такая запись была бы неверной синтаксически. Надо было бы написать тогда divmod одно целое, другое целое. Раз запятая, значит, это кортеж. А кортеж – это не целое число. То есть, аргументы не отделяются запятыми. Они отделяются друг от друга пробелами. Запятая – это признак кортежа. Вместе со скобками. На самом деле, существуют две формы записи. Есть привычные нам бинарные операции с двумя аргументами, которые записываются по бокам от знака операции, такие как вот плюс. А есть функции, обозначение, идентификатор которых записывается перед аргументами. На самом деле, для бинарных операций можно выбирать произвольно как префиксную форму, так и инфиксную. Например, операцию плюс обычно мы пишем в виде инфиксной операции. 3 плюс 8. Но если заключить знак операции в скобке, то мы получим префиксную функцию. И можем использовать ее как префиксную функцию. Плюс 3,8. Это полезно иногда. Чаще всего тогда, когда мы хотим иметь дело именно с самой этой функцией, как функцией. То есть, если мы хотим превратить операцию плюс в обычную функцию и что-нибудь с ней сделать, например, передать ее в качестве аргумента в другую функцию, то мы заключим плюсик в скобке, и это будет обычная функция, которую мы и используем как обычную функцию с двумя аргументами в данном случае, вот как префиксную функцию. И наоборот, на самом деле, любой идентификатор функции с двумя аргументами можно превратить в бинарную инфиксную операцию, если так удобнее записать. Например, можно... Вот есть операция деления, div. Это целочисленное деление. Деление с отбрасыванием остатка. div 27,4. Это вот результат деления 27 на 4. 6 там получится. В результате. Можно записать ее в таком виде. Но иногда, даже довольно часто, удобно записать ее в виде инфиксной операции. 27 поделить на 4. В этом случае вы идентификатор функции заключаете в обратные апострофы. Это не прямые апострофы, это обратные апострофы. Такой вот очень редко используемый символ на клавиатуре существует. Обратный апостроф. Вот если вы заключаете идентификатор бинарной функции в эти обратные апострофы, вы получаете бинарную операцию. Ну вот, введенную нами функцию плюс int мы пока еще не описали, описали только ее тип, но использовать ее тоже можно. Либо как префиксную функцию, либо как инфиксную операцию, расположив ее между аргументами. Ну вот, теперь, собственно, перейдем к тому, как определять функции. Существует много разных способов определить функцию. Мы сейчас, вот, все первое время будем определять функции с помощью уравнений. Это значит, что после того, как мы задали тип функции, мы определяем, как эта функция применяется к аргументам. Для этого мы пишем левую часть в виде применения функции к формальным аргументам и правую часть, в которой написано, что произойдет, если применить функцию к этим аргументам. В правой части будет некое выражение суперпозиции других функций. Любое определение функции есть суперпозиция других функций. Поэтому, когда я определяю плюс инт от а и b как а плюс b, то тем самым я определил функцию плюс инт просто как обычное сложение. Что может здесь быть в роли вот этих формальных аргументов? На самом деле, не обязательно просто идентификатор. Это очень хитрая конструкция, на самом деле. Здесь могут быть так называемые образцы. Фактические аргументы функции будут с этими образцами сопоставляться. Мы про это некоторое время тоже поговорим. В данном случае образцы достаточно простые. Здесь вот эти образцы это просто идентификаторы переменных. Естественно, любой фактический аргумент с таким образцом сопоставим. Сопоставление заключается в том, что формальный аргумент получает в качестве значения вот этот переданный фактический аргумент. Ну, все-таки еще раз про сопоставление. Если я пишу вызов плюс инт 3, 4, то для того, чтобы его исполнить, система программирования ищет определение функции плюс инт. Она находит его и пытается сопоставить фактические аргументы 3 и 4 с образцами а и b. В данном случае сопоставление всегда будет успешным. а будет сопоставлено с тройкой, b будет сопоставлено с четверкой. После этого начинает исполняться собственно правая часть а плюс b. Поскольку а это 3, а b это 4, то получится 7. Во втором примере, там, где я определяю функцию div mod, а это функция, которая вычисляет пару частное и остаток от целочисленного деления а на b, у нее аргументом является более сложная вещь – кортеж. И образец у меня здесь чуть более сложный, потому что я мог бы написать, конечно, здесь просто какой-нибудь идентификатор а. И этот идентификатор сопоставился бы с любым фактическим аргументом, с любым фактическим образцом, фактическим аргументом, действительно, вот такой простой образец. Но с ним сложно работать, потому что фактически мне нужны части вот этого значения, этого кортежа. Я работаю фактически с отдельными частями кортежа. Поэтому в качестве образца я записал более сложную вещь – кортеж. И тогда фактический аргумент должен будет чуть более сложным образом сопоставляться с этим кортежем, вот с этим образцом. Фактическим аргументом, разумеется, тоже должен быть кортеж. Например, пара из двух чисел 27 и 4. Но при этом этот кортеж целиком будет сопоставляться с этим образцом и в результате сопоставления переменной А будет сопоставлена вот эта первая компонента образца 27, Б – вторая компонента образца 4. И после этого мы будем уже работать с этими отдельными значениями и составлять из них новый кортеж. Чуть более сложные функции. Во-первых, уравнения могут содержать условные выражения. Они записываются в виде if, then, else. Но не путайте, пожалуйста, это не условный оператор, это условные выражения. Это скорее что-то вроде вопросительного знака и двоеточия. Такого тренарного оператора. После if условия, а после then и после else выражения. Это условное выражение, его тоже можно считать функцией в некотором смысле, но оно работает несколько особым образом. А именно вычисляется обязательно условие, а then или else вычисляется только одно из этих двух. Либо то, что написано после then, либо то, что написано после else. Ну, понятно, в зависимости от значения условия, true это или false. Функции могут быть рекурсивными, и вот факториал, ну, это мой любимый пример, я факториал вообще потом еще не раз напишу, много раз напишу факториал. Здесь наше первое определение факториала с рекурсивным вызовом. Здесь вот в части else есть рекурсивный вызов факториала. Вот еще одна функция, функция сам, которая вычисляет сумму первых нескольких n натуральных чисел. Если n натуральное число, то я к нему добавляю, либо ничего не добавляю, если n равно нулю, а если n не равно нулю, то добавляю сумму первых n минус одного натурального числа. Ну, очевидно, в результате рекурсивных вызов вы получите сумму натуральных чисел до n. Как первая, так и вторая функция легко могут зациклиться, если задать неправильный аргумент. Если n, вот этот аргумент в первой функции или во второй будет отрицательным, то у нас никогда не возникнет условие n равно нулю, и мы, как и обычно, зациклимся. ой, не знаю, не знаю. Если будет отрицательное, но небольшое отрицательное, что там произойдет при переходе, не знаю. Я думаю, что у вас все равно стека не хватит, чтобы добраться до нижней границы отрицательных чисел. Впрочем, можете проверить. еще один вариант определения функции факториал. Здесь образец тоже один, вот этот вот n, но зато есть два разных сторожа, или два разных условия. После того, как мы сопоставили с образцом значение, оно может еще быть проверено в условиях. После вертикальной черточки мы пишем условия. И если условие выполняется, то тогда соответственно правая часть будет вот такая. С точки зрения синтаксиса это является одним предложением. Это определение функции у которого есть один образец, но несколько отдельных сторожей. Это очень похоже на то, что было написано выше с if, но в некотором смысле лучше, потому что здесь вот эти сторожа не n равно нулю и n не равно нулю, как в случае if, а n равно нулю и n больше нуля. Если фактически аргумент в этой функции окажется меньше нуля, то система просто не найдет подходящего уравнения, не найдет подходящей правой части. Она проверит первое условие, не подходит, второе условие, не подходит, больше никаких условий нет. Это ошибка, возникнет программное прерывание, никак ловить его нельзя, никаких трайкетч нет, просто программная ошибка, все закончится. Ну, оно и понятно, почему никаких трайкетч нет. Вы задали значение аргументов функции, при которых функции невычислима. Эта ситуация с точки зрения функционального программирования неправильная. Такого быть не должно. Это в любом случае программная ошибка. Вот это второе определение факториала мне нравится больше, оно более защищенное. Оно не зациклится, когда там будет отрицательный аргумент, а сразу же выдаст ошибку. Это лучше. У тех интерпретаторов, которые я использую, никаких стеков не выдается. Выдается сообщение об ошибке. Программ эррор. Все. Нет, ну, что за ошибка он скажет? Не нашлось подходящего уравнения для функции факториал и вот такого-то аргумента. Стек нет, никакого стека не выдается. Я не знаю, может быть, у коммерческих языков типа Erlang более развиты эти вещи. Наверное. Еще попробуйте F-Sharp. У Microsoft тоже всегда там много всякого. Вот еще один вариант определения факториала. здесь уже я задал два разных уравнения с двумя разными образцами. Синтактически это уже две разные конструкции. Но в качестве образца в первом уравнении я использую константу ноль. Константы можно использовать в качестве образцов. Разумеется, с таким образцом сопоставляется только сама вот эта константа ноль. Поэтому если фактическим аргументом будет ноль, то сработает вот это первое уравнение и выдастся единица. Здесь важен порядок написания этих уравнений. Потому что уравнения проверяются сверху вниз. Если поменять местами эти два уравнения, тогда если задать аргумент ноль, будет проверено первым вот это уравнение и оно подойдет. Потому что под вот такую переменную n подходит любое значение. И будет вычисляться ноль умножить на факториал минус единицы. Ну и что приведет опять же конечно же к зацикливанию. Так что здесь переставить местами эти два уравнения нельзя. Частные случаи должны быть раньше чем более общие случаи. ну конечно вы можете поставить здесь сторожа n больше нуля. Ну вот немножко о программировании и я покажу как это выглядит в реальной жизни тоже вот при запуске программ. во-первых немножко о синтаксисе. Везде в лекциях я использую так называемый сокращенный синтаксис или краткий. В этом синтаксисе все предложения друг под другом расположены. Однако существует полный синтаксис. Отличие состоит в том что в сокращенном синтаксисе можно опускать некоторые вещи там точки с запятыми скобки всякие и прочее. Но нужно очень аккуратно следить за тем как расположены предложения друг относительно друга. В полном синтаксисе можно не следить за тем как расположены предложения. Можно там как угодно делать отступы сдвигать туда-сюда но зато надо писать явно точки с запятой скобки и прочее. вот в данном случае я попробовал воспользоваться кратким синтаксисом но допустил ошибку. Ошибка состоит в том что вот первые две строчки синтаксически являются разными предложениями но если я сдвигаю нижнюю строчку вправо относительно верхней то компилятор считает что это продолжение вот так же как между второй и третьей строчкой третья строчка действительно является логическим продолжением первого первого оператора а вот первая и вторая строчка вторая строчка не является логическим продолжением первой строчки это новый оператор поэтому компилятор тут вам зафиксирует ошибку Предположит, скажет, что возможно плохой layout Bad layout Плохое расположение Ну он там скажет, что не хватает точки с запятой Возможно из-за bad layout Вот это тоже ошибка Здесь вот это предложение находится левее Сдвиг влево произошел Сдвиг влево означает, что закончилась какая-то конструкция Какая-то вложенная конструкция закончилась Фактически компилятор считает, что если произошел сдвиг влево То нужно вставить закрывающую скобку А этого здесь делать не надо Это просто два предложения, находящиеся на одном и том же уровне Поэтому все вот такие отдельные предложения в программе Которые вы записываете в этом сокращенном синтаксисе Должны начинаться с одного и того же места Лучше всего просто с начала строки Ну это не касается комментариев В комментарии вы, конечно, можете писать где угодно Из какой угодно позиции Но вот существенные части программ Начало предложений Должны начинаться с одного и того же места Сдвигать вправо следующую строчку Можно тогда, когда вы хотите продолжить предложение на следующей строке Ну в частности, когда разные сторожа То это очень принято Вот эти сторожа Да, перенос создвиган вправо эквивалентен на отсутствие переноса Вот здесь я все-таки вот это вот второе уравнение подтянул на уровень первого Сделал его в одной строчке Синтаксически это совершенно правильно Ошибки здесь нет Но читать это достаточно неудобно Потому что все-таки два сторожа Ну вот лучше их как-то располагать на разных строчках Но синтаксически здесь все правильно Что касается полного синтаксиса То вообще-то говоря Программный модуль заключается в фигурные скобки Ну точнее говоря, пишется еще сначала имя этого модуля Модуль, имя модуля Потом пишется слово where А потом в фигурных скобках через точку с запятой Отдельные предложения программы Точка с запятой не означает последовательного выполнения Точка с запятой просто отделяет отдельные синтаксические конструкции друг от друга Вы можете использовать полный синтаксис Вы можете свою программу записать вот в таком виде И как угодно сдвигать куда угодно любые начала предложений Поставили точку с запятой, вы закончили предложение Дальше начинается следующее Все равно, конечно, какой-то порядок лучше соблюдать Поэтому я не вижу большого преимущества в этом полном синтаксисе Я уж лучше буду аккуратно писать с одной позиции И использовать вот эти отступы вправо-влево Там, где это нужно реально Для того, чтобы вот это все использовать Ну, на всякий случай, все-таки приведу Ну, такие не очень полный список правил Ну, которые можно иметь в виду Вообще говоря, компилятор, когда он начинает работать Он считает, что вот у вас Все написано в полном синтаксисе Но в какой-то момент он видит отсутствующую, открывающую скобку В этот момент он считает, что на самом деле Вы работаете в режиме сокращенного синтаксиса И переходит в режим сокращенного синтаксиса То есть, если вы не написали вот эту фигурную скобку с самого начала И он начал анализировать факториал Вот этот, то он считает, что сокращенный синтаксис В этом сокращенном синтаксисе Точки с запятыми никакие не допустимы Если вы написали там точку с запятой дальше Он вам скажет про ошибку Сокращенный, так уж сокращенный Вот если в режиме сокращенного синтаксиса В какой-то момент, в нужном месте Он увидит открывающую фигурную скобку Он будет считать, что ага, вот теперь Начиная с этого места Все, что внутри фигурной скобки Написано в режиме полного синтаксиса И он будет ожидать точки с запятыми Но не будет обращать внимания на расположение, на лейаут До тех пор, пока не встретит закрывающую скобку А тогда снова вернется в тот режим, в котором был В котором был перед этим Если он видит, что очередная строчка начинается с той же самой позиции Что и предыдущая строка То он считает, что это новое предложение Он автоматически вставляет точку с запятой Ну, как бы продолжая работать в режиме полного синтаксиса Если строка отступает влево То он автоматически вставляет закрывающую фигурную скобку Считает, что закончилась некая вложенная конструкция Если там с синтаксисом это не согласуется То это тоже будет ошибка Ну, а если вправо Тогда он считает, что это продолжение предыдущей строчки Но об этом я уже достаточно подробно говорил Да, да, бывает Иногда удобно вот некоторые такие вот коротенькие части Записать в одну строчку Просто удобно, так синтаксически Тогда мы их заключаем в фигурной скобке Разделяем точку с запятой И все отлично Можно считать, что программы исполняются следующим образом Вот есть некая программа Которая на самом деле состоит из определения функций Ну и каких-то там констант Вы определили идентификаторы Описали их типы В том числе среди них есть функции Описали все функции И это есть программа Набор описаний Для того, чтобы ее исполнить Нужно задать выражение, которое нужно вычислить Интерпретатор с загруженной программой Готов вычислить любое правильное выражение Вы задаете выражение Как правило, это вызов какой-нибудь функции После чего Это выражение вычисляется Каким образом происходит вычисление? Ну вот можно считать, что все происходит В режиме такой вот текстовой подстановки Это очень удобная модель вычислений Вот для того, чтобы понять, как работают программы Я вот сейчас продемонстрирую это на следующем примере Вот у нас, опять же, есть факториал Одно из определений факториала Вот такое, скажем И я прошу интерпретатор Вычислить значение факториал от трех Как происходит работа? Он смотрит Да, это функция факториал Вызывается с аргументом 3 Ищет определение функции И сопоставляет с образцом Здесь тройка сопоставилась с n Есть еще сторожа Поэтому проверяются сторожа n равно 0 не подходит n больше 0 подходит Значит, берется правая часть В эту правую часть вместо n Мы подставляем фактический аргумент И переписываем выражение факториал 3 Заменив его целиком на вот эту правую часть Подставив вместо n тройку Мы получаем новое выражение Которое снова надо вычислять Чтобы его вычислить Надо сначала вычислить аргумент Второй аргумент умножения Первый уже есть Второй надо вычислить Фактически факториал от 3 минус 1 Но для этого сначала 3 минус 1 вычисляется Мы подставляем вместо 3 минус 1 результат Двойку на это место Получаем новое выражение Потом вычисляем факториал от 2 Опять происходит сопоставление с образцом Проверка сторожей Опять мы вместо факториала от 2 Подставляем правую часть Подошедшего уравнения Подставив вместо n Теперь уже двойку Получаем новое выражение Ну и так далее Ну понятно, что на самом деле Никакого переписывания Выражений не происходит Одних и тех же На самом деле, конечно, интерпретатор Строит это все в виде Некоторой структуры дерева И вычисление происходит на дереве Но, тем не менее, вот такое представление О том, как происходит вычисление Очень полезно Ну, дальше все точно так же происходит Факториал от 2 минус 1 Заменяется на факториал от 1 После этого факториал от 1 Снова заменяется на правую часть уравнения Там, где вместо n подставлена единица Потом у нас появляется там факториал нуля 0 подставляется вместо n И теперь уже срабатывает первый сторож Первое уравнение Поэтому единица подставляется Вместо факториала нуля У нас получается вот такое выражение Теперь уже все умножения можно выполнить Они все выполняются Как это выглядит на самом деле В реальном интерпретаторе Я сейчас покажу Да Факториал от чего? Нет, не можем Потому что это будет факториал n минус 1 Потому что вот этот пробел Более приоритетный Более приоритетная операция, чем минус Поэтому сначала будет вычтен Факториал от n А потом уже минус 1 Внешние скобки можно убрать, да Вот скажем, здесь факториал от нуля Да, можно вот эти скобки убрать 1 умножить на факториал 0 Да, без всяких скобок Это будет единица Там все правильно Да, тут многие скобки лишние Я просто их так вот для наглядности поставил Допустим, вы подготовили некую программу Ну, хотя бы Вот этот самый факториал В виде файла с именем P1.fact.hs Стандартное расширение для имен файлов Содержащих программы на Хаскеле H.S Я ожидаю от вас, что вы мне будете Домашние задания присылать Именно в виде Прицепленных к письму файлов С расширением H.S Я здесь поставил некую систему программирования на языке Хаскел Вот, кстати, видите, иконка там содержит лямбда Это вот не зря Ну, я позволю себе запустить ее просто дабл-кликом У меня запустился интерпретатор С языка Хаскел Ну, это интерпретатор для Windows Они существуют и похожие для любых других программ В данном случае что произошло? Произошла загрузка этого модуля Вот видите, он исполнил команду load С именем модуля Все эти интерпретаторы, кстати сказать Очень не любят русские буквы Поэтому, когда будете проверять свои программы То, пожалуйста, не помещайте их в каталоге Под названием там Вася, Петя Потому что вот С русскими буквами Вот эта команда load Как правило, не проходит В комментариях, пожалуйста А в выводимых строчках тоже не стоит Будет закорючки выводить Ну, возможно, да Возможно, это действительно особенность Windows Загрузился этот модуль и нормально скомпилировался Видите, он сказал, что вот он его компилирует, компален Этот модуль факториал Давайте сейчас посмотрим на этот модуль поподробнее Есть команда edit Все команды интерпретатора начинаются с двоеточия Если я начал с двоеточия, значит это команда Можно набрать help Вы увидите список всех команд Я сейчас наберу команду edit Можно написать сокращенно e Команда edit запускает редактор Ну, по умолчанию там ноутпад Ну, я там в опциях переключил, чтобы он запускал ноутпад плюс-плюс Мне он больше нравится Вот текст программы Как видите, она началась со словом модуль Имя модуля должно начинаться с большой буквы И поэтому интерпретатор сказал, что он загрузил модуль факториал с большой буквы Но вообще-то это не обязательно Если вы не написали никакого имени модуля То он просто даст этому модулю стандартное имя main и все Я сейчас не буду говорить о том, как составлять программу из нескольких модулей Да? В том числе и как единицы компоновки В том смысле, что можно импортировать модули Экспортировать отдельные функции из модулей То есть, вообще говоря, программа собирается из модулей Ну, примерно так, как вот, не знаю, там, из пакетов А? Да, можно загрузить несколько модулей, вообще говоря Ну, нам на первое время всегда будет хватать одного модуля А потом вы это все изучите сами, лучше меня будете знать Как там модули компонуются Да, еще можно начинать просто с двух минусов Значит, либо вы начинаете минус-минус и комментарий Это строчные комментарии Одна строчка, та же, как две палки в C++ или в Java Или вот фигурная скобка минус, заканчивается минус фигурная скобка Это многострочный комментарий Все остальные минусы здесь просто для красоты Вот помимо функции факториал Я здесь ввел еще одно выражение, тест Я не сказал, какого оно типа Ну, здесь это совершенно очевидно, какого оно типа Типа кортежа из трех значений Зато я теперь могу использовать это выражение Я могу теперь в программе написать тест И он мне вычислит этот кортеж Вычислит все три факториала Ну, факториал от 100, правда, довольно большое число Но, тем не менее, нам не страшно, потому что интеджер – это длинное целое Я сейчас закрою Ну, кодировка, ладно, я уж разберусь Какая вам удобнее, в то и присылайте Я, в общем, там прочитаю Я не знаю, какая мне будет более удобна Потому что я смотрю это в разных местах И там вполне может оказаться, что на работе Там мне окажется удобнее одна кодировка, а дома другая Не заморачивайтесь Какая кодировка будет для вас удобна, в то и присылайте Ну вот, теперь я готов запустить программу Например, я могу написать выражение тест Это выражение будет вычислено Вот его результат вычислений Это кортеж из трех значений Ну, понятно, первая единица – факториал нуля Потом факториал 5 – 120, а потом факториал 100 – довольно длинное число Могу более сложное выражение написать Например, факториал Ну чего, тысячи Еще более длинное Все-таки хочется Давайте с отрицательного числа вызовем Заключаю в скобки, иначе он поймет это как факториал минус 3 И это скажет, что это ошибка Ну, давайте попробуем Выдал ошибку Говорит, что нельзя из факториала вычесть тройку В смысле, что определить? Из функции вычитать Ну, если мы определим свою операцию Ну, правда, переопределять операцию с переопределением там тоже сложно Тогда уже не минус, что-нибудь другое Так, минус 3 Ну, пошли считать Считаем, считаем, считаем Что-то ничего не происходит Честно говоря, мне немножко надоело Я в любом случае постараюсь сейчас это прекратить Я вот не помню в этой системе Как это надо сделать А, Ctrl-C сработал Interrupted Это я Ctrl-C нажал просто Да прекратилось все Почему-то, правда, приглашение не выдал А, факториал 1000 я уже вычислил, да? Ой, нет, а что-то он не хочет Да, что-то действительно нехорошо Ну, плохо дело Ну, ладно Немножко примеров Таких вот достаточно простых примеров С простыми функциями, работающими с целыми числами Функция, которая вычисляет наибольший общий делитель двух натуральных чисел М и Н Ну, во-первых, я считаю, что отрицательное число – это ошибка Поэтому в первом уравнении я сначала проверю Что если первый аргумент меньше второго То я просто их переставлю Вызову ту же функцию, но с другим порядком аргументов И при этом, если окажется, что меньший аргумент Вот этот вот Второй аргумент Ой, нет, простите Ну да, меньший аргумент второй Меньше нуля То это ошибка И ошибку я могу Сгенерировать Использовав такую псевдофункцию Error Error – это функция, которая выдает что угодно Формально говоря А фактически прерывает исполнение программы, выдав сообщение Это такая вот единственная функция, которая на самом деле функцией не является Такая вот нехорошая функция Специально приспособлена для того, чтобы прервать исполнение программы Формально она выдает результат любого типа Поэтому синтактически ее можно где угодно подставить В роли выражения Ну а дальше, понятно, алгоритм Евклида используется Если второй аргумент уже равен нулю То тогда результатом является первый А если нет, тогда вычисляю остаток отделения первого на второе Большего на меньшее И вызываю рекурсивно ту же самую функцию GCD Вот здесь несколько уравнений написано Они все проверяются последовательно То есть когда будут подставлены фактические значения То система каждый раз будет последовательно проверять Какое из уравнений на самом деле реально подходит Еще одна функция Функция, которая проверяет, является ли заданное натуральное число простым Опять я проверяю, что число не отрицательное, даже положительное Собственно, про ноль вообще трудно что-нибудь сказать Простое оно или непростое Это, собственно, и про единицу тоже Единица тоже какое-то непростое, несоставное Но почему-то про единицу я тут все-таки что-то определенное скажу Вот Если же число больше нуля, то я здесь вызываю вспомогательную функцию Потому что мне удобно здесь использовать немножко другую функцию Функцию, у которой есть еще один дополнительный аргумент Аргумент, который показывает До какого числа мы уже проверили делители Конечно же, чтобы проверить число на простоту, нужно проверять делители этого числа Ну, здесь очень простая функция такая, которая просто честно перебирает все значения До тех пор, пока не обнаружат, что это значение является делителем числа Либо пока не окажется, что это число уже достаточно большое И я здесь использую функцию с двумя аргументами Где вот этот первый аргумент D, на самом деле Это число, до которого все делители уже проверены Начиная с которого мне нужно проверять делимость Ну и вот я смотрю, если это число уже настолько велико, что квадрат его больше P Значит число простое, дальше проверять нечего Уже ни на что не разделилось Если P при делении на D дает в остатке 0 Значит число непростое Разделилось на некоторое число Ну и, наконец, в противном случае Otherwise Otherwise – это такое выражение, которое просто равно true Дождественная истина Это сторож, который на самом деле ничего не сторожит Всех пропускает Считается, как в противном случае, Advise Итак, если ни один из двух сторожей не сработал Тогда будет вот это третье уравнение Действительно, если у меня один и тот же образец используется Как вот здесь То имеет смысл, вместо того, чтобы просто еще раз повторить Прайм штрих D, P, равно И вот эту вот правую часть Написать вот такого сторожа Otherwise Еще обратите внимание Вот здесь вот эти сторожа начинаются с одной и той же позиции Я не отступаю вправо Потому что это продолжение все одного и того же начавшегося вот этого предложения Вот это предложение как началось Дальше я тут могу писать на самом деле с любых мест Даже влево сюда могу отступить Лишь бы это было правее начала Я вот вам говорил про отступ от предыдущей строки На самом деле не совсем от предыдущей строки Скорее от начала предложения До тех пор, пока я не дошел до конца предложения Я могу как угодно располагать эти строчки Ну, красиво, конечно, вот эти сторожа располагать на одном уровне Ну, я надеюсь, что запросов никаких нет Понятно все, как работает, да? Можно ГЦДНМ мод Н Никаких скобок Скобки все равно понадобились бы Сейчас я напишу Значит, конечно Можно написать так ГЦДНМ мод МН А если написать это без скобок То это нельзя Он попытается взять ГЦД от Н и мод Вообще-то да Конечно же Более того, результатом вот этого вызова Может оказаться функция Которую мы затем вызовем от М и Н Так что в каком-то смысле Это может оказаться синтаксически верным Но, конечно, не в этом случае Может случиться так Что когда вы будете писать программы Вы наткнетесь на непонятные ошибки компиляции Связанные с преобразованием типов Я вообще-то не очень собирался рассказывать про это Но немножко расскажу Дело в том, что Вот эти стандартные операции Такие как плюс, минус и прочее Они вообще говоря Определены для разных типов значений Арифметических В том числе плюс и минус, скажем Определены как для целых, так и для вещественных Ну, это неудивительно Но сложности возникают тогда, когда Вы комбинируете операнды разных типов Иногда компилятор Может не разобраться, что вы имели в виду Вот здесь все правильно Это сложение целых Потому что здесь две целых константы И этот плюс Это сложение целых Результат будет целым Здесь тоже все понятно Это сложение двух вещественных Результат будет вещественным И тоже все правильно Вот здесь компилятор Несмотря на то, что видит, что первый оперант целый А второй вещественный Все-таки сделает неявное преобразование Он будет считать, что вы просто так вот написали эту двойку Немножко поленившись Не написали точка ноль Но вы ее подразумевали А вот с функциями хуже Да, вот с функциями я сейчас скажу Поэтому здесь он эту двойку просто заменит на вещественную двойку И поэтому это выражение тоже правильное А вот написать вот так Ну попутно Where Это вот такое еще Можно добавлять Это такие вот локальные определения В любом выражении Можно добавить where И одно или несколько локальных определений Когда вы задаете свои обозначения Каким-то внутренним конструкциям Вот здесь Смотрите Н Это целое Но может быть и вещественным Потому что вообще-то говоря Вот эту двойку можно трактовать как целую двойку Но компилятор умеет трактовать ее и как вещественную И в данном случае Тоже все будет работать правильно Это сложение вещественных Просто он поймет Ага, вы явно не указали, что n целое Просто положили равным двойке Двойка может быть и вещественной И в данном случае подходит вещественное число Поэтому здесь ошибки тоже нет Вы явно не указали тип переменной n И компилятор вывел, что это тип вещественное Потому что используется сложение вещественных А то, что это сложение вещественных Увел, потому что второй оперант вещественный А вот здесь Вы явно указали тип После where два предложения Вот тут как раз я использовал Вот этот полный синтаксис С фигурными скобками и точками с запятыми Я указал и определение типа Явно, int И потом уже положил n равным двойке Тут компилятор зафиксирует ошибку Он скажет, нельзя складывать целое с вещественным Нет такой операции Если вам все-таки требуется сложить целое с вещественным То вам нужно явно написать функцию Которая превратит целое число во что-нибудь подходящее Функция from integral Это вот такая полиморфная функция Которая в качестве аргумента Принимает целое число Либо int, либо integer А выдает Ну, в зависимости от контекста Что нужно, какое число нужно Такое и выдает Какого нужно типа Нет, в чар не преобразует Нет, в чар не преобразует Хотя, вы знаете, я боюсь сказать Там с этими типами тоже есть свои функции В данном случае From integral от n превратит нам целое в вещественное И это будет нормальное сложение вещественных Превратит именно в вещественное Потому что здесь требуется вещественное Скажем так Даже int и integer Это разные типы Вот я сейчас складываю А с B И явно говорю, что А типа int, а B типа integer И Все будет хорошо Вот Здесь я B из типа integer Привожу к типу int Поскольку B на самом деле Небольшое значение То из integer в int Привести можно И from integral здесь работает Да, наверное Все-таки эта функция Она должна проверить Помещается ли Ваше integer в int Поэтому если B будет очень большим То, наверное, будет ошибка Наверное, может Проверьте на своем интерпредаторе Еще некоторые функции Преобразования типов Ну, from rational Это понятно Когда аргумент вещественный А вам нужно его считать Когда аргумент рациональный А вам нужно считать его Скажем, вещественным Там есть вот такой тип Rational Рациональный Ну, не знаю Я никогда ее не использовал Эту функцию Поэтому как работает Точно не знаю From enum Служит для преобразований Из таких вот Значений типа перечисления Например Логические значения Логическое значение Это перечисление Из двух значений True и False From enum Это преобразование В целочисленное значение Вот таких Таких перечислений From enum False даст вам 0 Как и следовало ожидать From enum True даст вам единицу Это можно использовать Вот для преобразования Из логических В числовые Ну и стандартно Еще функции Такие вот Округления И прочие Преобразования Вещественных в целое Применимы к веществным Возвращают Целые Truncate Отбрасывание Round Округление Ceiling Flow Округление До ближайшего целого Сверху или снизу